Здравствуйте, меня зовут Ужан. Я являюсь студенткой третьего курса университета имени Сулеймана Демиреля. Несколько недель назад я увлеклась компьютерной торгом. До того, как перейти к этой книге, я бы хотела вообще рассказать, что такое интернет. Мы все знаем, что интернет это удивительная вещь. С помощью нескольких нажатий и кликов на нашей клавиатуре мы можем отправить сообщение, либо оплодить видео на YouTube. Все мы знаем, что интернет облегчил нашу жизнь. Например, как пример переведу, когда моя бабушка в середине 20 века училась в университете, для того, чтобы отправить письмо своим друзьям, ей пришлось посетить почту, ждать в очереди. И да, ладно, ничего страшного, что она тратила свое время, несколько часов своего золотого времени. Да, и знаете, что самое ужасное, это ожидание. То, что ваша знакомая ожидает это сообщение, это сообщение письмо несколько недель. А сейчас что? Сейчас наша жизнь стала намного легче. Скажем, с помощью одного клика, несколько минут мы можем отправить письмо нашим друзьям. С помощью социальных сетей, смс, много чего. Теперь, мне всегда было интересно, как вообще построен весь этот мир. И для этого я прочитала книгу Computer Network Top Down. И в этой книге вообще есть 9 чаптеров. Первый чаптер это у нас Computer Network и Интернет. Как я говорила до этого, что такое Интернет и что такое Computer Network, я бы посоветовала прочитать эту книгу, потому что я сейчас не смогу передать это слово. Но хочу сказать, что то, что я поняла с первого чаптера, это то, что в Computer Network есть лейеры, есть, ну вообще есть ступени, есть несколько видов Computer Network. Как вообще, скажем, как они взаимосвязаны друг с другом. И каждый парт Computer Network, как каждый парт этот работает. И каждый чаптер посвящен этому. Но самое, ну то, что их всех объединяет, это, конечно же, Интернет и протоколы. Что такое протокол? Это правило, когда мы отправляем данные, либо реквесты другому компьютеру, либо клиенту, или серверу. И первый чаптер у нас рассказывает, что такое вообще Computer Network, что такое Интернет, вообще все термины, связанные с этой книгой. Второй парт это Application Layer. Что такое Application Layer, это вообще Process of Communication, вот скажем, как я говорила. Для этого это вообще все наши сообщения, можно сказать. В этом чаптере объясняется протоколы. И самым главным протоколом является HTTP протокол, это Hypertext Testing протокол, ну кажется, да? Вот, это еще рассказывает про УДСП, TCP, TCP это Transport Control Protocol. И вообще есть такая вещь, как Socket Programming. Что такое Socket Programming, вы можете узнать, прочитаем эту книгу. Это вообще у нас, скажем, Socket Programming, это у нас обычная связь между клиентом и сервером. Как вообще, скажем, у нас есть компьютер, и, скажем, мы можем сделать чат, ну, можем написать чат. Вообще, Socket Programming, это вот, является вот этот чат, скажем, к интернету подключая, мы подключаемся к интернету, он нам дает какой-то IP-адрес, и мы начинаем взаимосвязывать друг с другом. Это и есть Socket Programming, и в этой книге используется язык Python. С помощью Python мы можем соблюдать, мы можем написать любую программу, любой протокол, зная язык Python. Следующий, следующий чаттер это Transport Layer Protocol. Тут открывает, что такое TCP, UDP Connection, четвертый чаттер это про Network Layer, Следующий это Network Layer Control Plane. Тут вот уже рассказывается вообще, что такое IP-адрес, зачем нам это нужно. Про, вот скажем, я говорила, у нас есть роутинг-алгоритм, вообще, вообще, ну, насчет, вот, есть LOS, DV, Distance Vector, Link Layer Алгоритм. Тут расписывают эти алгоритмы. Шестой чаттер, Link Layer, вообще, про WN, WN это провод, и вот, нам рассказывается про это, вообще. Следующий чаттер про Wireless и Mobile Networks. А, я бы хотела вам рассказать факты этой книги. Очень интересная вещь. Вот, скажем, была бы интересна для вас, скажем, у вас, почему, почему у людей быстро кончается зарядка, да? Одну из причин, почему быстро, то, что мы подключили к интернету, к Wi-Fi. Нет, не к Wi-Fi, а, скажем, вот, вы заметили, когда вы подключены к Wi-Fi, у вас зарядка кончается меньше, ну, вашей зарядки хватает больше, чем, когда вы подключаете мобильный интернет. Почему? Когда вы подключаете к мобильный интернет, вы не находите свой сервер, да? Вы находите какой-то сервер, какой-то линк, и вам дают рандомный IP-адрес. И, получается, когда вы, ну, когда вы взаимосвязываетесь с ними, у вас зарядка, у вас, получается, происходит вот этот сокет-программ, весь эти процессы, они отправляют друг другу full request, и из-за этого зарядка кончается быстро. А, когда вы подключили к Wi-Fi, намного меньше. Но, чтобы не тратить свою зарядку, лучше отключить интернет, это самый лучший способ, чтобы сэкономить, ну, вообще, чтобы надолго хватало. Мобайл-нетворкс и секьюрити-нетворкс, это вообще как защищать ваш телефон, ну, уже прошло 7 минут, давайте перейдем к концу. Я бы посоветовала прочитать эту книгу всем, потому что вы узнаете вообще, как работает наш весь интернет. Надеюсь, мое видео было поучительным для вас, но первое видео намного интереснее, потому что там я рассказывала вообще, как улучшить свою жизнь, нежели, зачем вам компьютерный труд, лучше жить спокойно и не знать об этом. Пока!